Друзья, коллеги, приветствую вас! Меня зовут Юлия Куликова и я эксперт по выкупу имущества с государственных торгов. В этом видео мы с вами поговорим о мошеннической схеме, почему мошенники набивают многомиллионную цену при аренде в год намного меньше. Для примера я взяла лот, это земельный участок в 10 соток, который у нас расположен в городе Севастополь. Начальная цена у него аренда в год это 411 тысяч. Итоговая цена получается почти 19,5 миллионов в год и это только аренда. То есть, при условии, что человеку еще нужно будет построить дом и выкупить за процент от кадастра. Для чего так делают мошенники? Давайте с вами более подробно разберем. То есть, первично, чтобы нам вообще понять рыночную стоимость, мы должны зайти и забить данный адрес земельного участка в любой поисковик. И вот я забила, и вот я нашла. То есть, крепошное шоссе 400 тысяч за сотку. Да, то есть, мы видим 400 тысяч за сотку. То есть, у нас получается за 10 соток 4 миллиона рублей. То есть, стоимость земельного участка, стоимость земельного участка по рынку составляет 4 миллиона рублей. Итоговая цена у нас 19,5 миллионов. Да, то есть, ну, это намного, намного дороже рынка. Теперь нам нужно понять, какая у нас кадастровая стоимость. В этом нам поможет публичная кадастровая карта. Доходим в публичную кадастровую карту. Публичная кадастровая карта – это ПКК Росреестр. Это официальный источник информации. То есть, мы опираемся исключительно на его данные. То есть, что мы видим? Что кадастровая стоимость у нас 1 миллион 684 тысяч рублей. Все, принимаем, понимаем и запоминаем, что рыночная стоимость участка у нас составляет именно 4 миллиона рублей. То есть, 400 тысяч за сотку. Теперь, что нам нужно понять? Почему у нас мошенники поставили вот такую вот цену 19,4 тысяч? Берем калькулятор, вбиваем туда 19 миллионов 400. Делим на 12 месяцев аренды. Получается 1 миллион 616 тысяч рублей ежемесячная аренда. То есть, именно ежемесячная аренда. Почему мошенники так сделали? Почему они набили именно вот такую вот стоимость? Потому что срок, то есть, теперь разбираемся. Срок заключения договора, именно заключения по земельным участкам, составляет 30 рабочих дней. То есть, в течение 30 дней у нас заключается договор аренды. Далее, у нас вносится оплата после подписания договора. Она вносится у нас, может вноситься как помесячно, так поквартально, так и сразу ежегодно. Все это зависит от организатора торгов, от собственника земельных участков. Ну, судя по тому, какую здесь набили цену, я понимаю, что она вносится ежемесячно. Итак, что у мошенников вообще в голове? Почему они так делают? Я заключу договор аренды на 19 миллионов 400 тысяч на земельный участок. Выкупная цена у нас от кадастра будет составлять в данном случае 5% от кадастровой стоимости. То есть, мы вернемся к тому и посмотрим, посчитаем, сколько у нас будет стоить. То есть, 1 миллион 684 мы умножаем на 5%. Это будет наша выкупная цена. То есть, получается, что мы заплатили 1 миллион 616 тысяч рублей за месяц. И мошенники надеются за месяц построить дом, зарегистрировать его и подать документы на выкупы, чтобы администрация рассмотрела данные заявления. То есть, вот к этой сумме 1 миллион 616 тысяч рублей. Мошенники надеются, что они заплатят 1 миллион 600... Такая там была сумма 684 тысячи умножаем на 5% от кадастра на 5%. 84 плюс 1 миллион 660 тысяч. Итого получается 1 миллион 750 тысяч рублей. 1 миллион 750 тысяч рублей минус 4 миллиона по рынку. Итого мошенники надеются заработать 2 миллиона 249 тысяч рублей. Но, друзья, давайте сразу будем говорить и понимать о том, что за месяц все это сделать практически нереально. Да, то есть, еще раз, сделать это все за месяц нереально. То есть, когда мы берем земельные участки в аренду, мы изначально рассчитываем аренду минимально от 3 до 6 месяцев. То есть, это 3-6 месяцев. Это в реальности, когда мы можем построить дом, зарегистрировать строение и выкупить земельный участок. Из этого у нас должна складываться итоговая цена. Но мошенники любыми способами, любыми методами оттягивают заключение договора аренды, пишут жалобы в УФАС, что, например, нашли какую-то ошибку, пишут жалобы в прокуратуру, судятся. И в этот момент они строят дома. Конечно же, этот способ, он незаконный. Да, то есть, и делая такие высокие цены, они, ну, просто придумывают себе в голове какие-то непонятные вообще схемы. Для чего? Когда можно просто на рынке договориться с продавцом и взять земельный участок подешевле. Да, то есть, причем взять его без аренды, не нужно заморачиваться. Не нужно ни с чем заморачиваться, да, то есть, работать с администрациями. Ну, вот в данном случае мошенники действовали именно по этой схеме. То есть, они рассчитывали, что за один месяц они полностью все построят и выкупят. Как это на самом деле, что у них потом происходит, но, к сожалению, я не знаю. Да, то есть, у каждого свои мысли в голове, как они будут реализовывать данные земельные участки. Причем, очень важный момент. На земельные участки с торгов запрещена переуступка права аренды. То есть, мы как купили земельный участок, взяли его в аренду, так мы его можем только выкупить, переуступить аренду мы не можем. Если тебе понравилось данное видео, то подписывайся на мой канал и смотри много интересных видео о торгах, о земле, о нюансах, которые вы можете встретить, работая с государственным имуществом. Всем пока!